мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочная служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветания не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание здравствуйте дорогие друзья я рад продолжать с вами наш мощный грандиозный созерцательный проект курс меч соломона это сплошное созерцательное пророческое действенное путешествие пророческое созерцательное а значит действенное потому что слово она как меч обоюдоострый и мы знаем что это меч духовный и так дорогие друзья мы продолжаем наш замечательный гаваон продолжаем нашу замечательную ночь соломона я напомню что это время когда вы можете погружаться в глубокое размышление в обнуление в размышления о своем правлении предназначение как сына царя возможно еще вы в состоянии отрока и это хорошо который ничего не знает кроме отца он только знает что он сын великого отца что он владелец великого наследия что он предназначен влиять на народы я знаете друзья когда говорю это чувствую прямо ветер духа божьего направлены в вашу сторону прямо вот от меня и сегодня у нас будет такая знать ну если можно сказать чувствительная тема чувственное это чувственное место называемое долгами конечно же друзья мои мы будем еще говорить о этих вещах в дальнейшем сегодня я хочу нанести даже я скажу так я спешу нанести удар по долгам знаете когда иисус он пришел и видел скрюченного человека он видел человека с которого он сравнивал с тем кто упал в яму он задавал правильные вопросы он спрашивал не сегодня ли нужно вытянуть из ямы своего осла не сегодня ли нужно развязать женщину которую сатана скрючил и вот уже 18 лет или сколько там держит ее в этом состоянии и он знаете вот этот вопрос звучит не сегодня ли это та причина по которой мы часто на служениях начинаем с молитвы я году святой уже хочет развязывать дух святой уже хочет послужить тема долгов друзья мои она сильно связана с даже с темой болезни неспроста переводится да вы знаете это и прости нам долги наши хотя речь идет о грехах и долги всегда они как синоним грехов это как будто что-то что висит на тебе мешает свободно двигаться мы про грехи уже выучили знаете как я часто подшучиваю говорю что если бы ты так верил что бог тебе простил твои долги финансовые как ты веришь в грехи ты бы уже сидел без долгов но уже всегда в невидимое да мы верим намного легче чем видимое но это отдельная тема я напоминаю вам друзья что тема вот этот блок гаваон он у нас закончится большим праздником и это прекрасная возможность друзья мои буду напоминать пока мы в гаваоне пока есть эта возможность это прекрасная для тебя возможность как соломон открыть себя всего показать просто что сегодня тебе мудрость для тебя и правление важнее чем любые дары любые жертвы и ты можешь приносить свою жертву если это так можно сказать и я сегодня упомяну за это еще с радостью с ожиданием что нейродизайн твоего мозга эта структура твоего мозга изменится в эту ночь когда мы говорим за ночь соломона это гаваон время усиленного открытия себя для премудрости и правления халилю и поэтому сегодня перед началом этого урока друзья мы этот урок о долгах его буквальном смысле слова нужно изучить он очень практический тебе понадобится после этого решиться на конкретные действия и поэтому я сегодня хочу помолиться чтобы дух премудрости просто могущественно распаковывал тебе все что я сегодня буду говорить это лишь начало потому что еще мы коснемся этого практично с точки зрения финансовых действий это будет после гаваона сегодня мы хотим я точнее хочу чтобы это этот удар по твоим долгам был нанесен сегодня и это очень важно потому что пока еще даже идет эта ночь соломона гаваон я хочу чтобы уже посыпались свидетельство того как уничтожает отец долги божий я в такой эйфории сейчас нахожусь друзья просто вы себе представить не можете я когда подумаю что вот эти неудобно сильные бремена финансовые они рухнут с кого-то из вас а это будет точно как вы знаете что все в нашем движении все в нашей теме не тление она все практично и так перед тем как я помолюсь я хочу сказать напомнить вам что самое главное состояние во время курса меч соломона это состояние прибыли если ты слышал мыс объявили это время постом процветания пост процветания это и есть пребывание в состоянии прибыли каждый день независимо не от чего состояние прибыли точно так как во время поста пост он нужен для того чтобы достигнуть точки веры состояние уверенности вот состояние прибыли это есть точка веры в процветание то есть уверенность в том что ты имеешь прибыль что она поступает видимо невидимо к тебе просто как закон как закон духа жизни который оживляет исцеляет точно так закон духа жизни он делает тебя плодоносным процветающим и вот это состояние прибыли знаете вот состояние кто-то меня спрашивал однажды ну как это состояние прибыли я не знаю что такое состояние прибыли дорогие друзья даже если ты пробыл бомжом всю жизнь в твоей жизни сто процентов было состояние прибыли когда у тебя что-то приходило в твои руки может это даже кусок хлеба может это пустые бутылки может это кем-то выброшенная шмотка которая тебе как раз она подошла я сейчас говорю за если тебе приходилось быть бродягой чуть говоришь огонь на меня сходят это все прибыль даже в состоянии бомжа можно увидеть что приходит в твое распоряжение уже тем более если ты не бомж если ты имеешь хоть что-то в своей жизни приход и определенная радость от этого прихода что это можно использовать что это можно взять меня всегда умиляют свидетельство некоторых там сестричек что там соседка угостила чем-то там пакет чего-то там принесла кто-то сидит и думает а что это за процветание если ты так сегодня думаешь скорее всего тебя ждут долги потому что радоваться нужно всему просто потоку итак друзья мы начинаем я хочу сейчас молиться за твой разум о том чтобы сила приобретать богатство она просто проявилась в твоем сознании конечно же это сила премудрости как только соломон получил эту премудрость как только соломон почувствовал дашу в голове его что-то изменилось всем стало очевидно что он стал способен приобретать богатство поэтому премудрость сегодня дороже золота золото она ничего не делает с мозгами но мозги всегда что-то сделают золотом и так положи руку на свою голову я высвобождаю дух премудрости и силу премудрости которая дает приобретать богатство не просто обеспечение а богатство богатство отличается от обеспечения потому что это больше чем достаточно обеспечение это достаточно богатство это более чем достаточно и премудрость это для того чтобы ты мог приобретать более чем достаточно чтобы дом твой наполнялся многоценным имуществом как говорит соломон и поэтому я высвобождаю это помазание сейчас я также чувствую что помазание высвобождается на голову а также на руки руки в которых все умножается правление долгоденствие долгоденствие и слава сияние успех я хочу чтобы ты видел сейчас то что вижу я мы рождены от духа поэтому мы говорим то что мы видим я сейчас вижу твой головной мозг как ковчег написано что ковчег был покрыт золотом я вижу что сейчас покрытие золотом особенно проявляется ковчег был покрыт золотом по причине чтобы каждое человеческое зрение сознание понимала в этой вещи как что-то драгоценное распознавала что это дорого это очень круто поэтому твоя голова это очень дорого это очень круто нет такой головы больше во всей земле как твоя золотая голова с чудотворным разумом я вижу сейчас как в головной мозг просто ну как поступают сыпятся как с таким напором летят золотые песчинки которые как будто бы сейчас идет такой процесс они заменяют клетки головного мозга на золотые на те которые в состоянии производить золото производить ценности производить золотое правление это золотой мозг золотой мозг почему сейчас это делает святой дух сейчас очень важная трансляция я хочу чтобы ты принимал потому что мозг уничижен у кого-то из вас был сильно уничижен вам говорили что у вас в голове каша маргарин вам говорили что у вас опилки еще какие-то вещи сегодня отец тебе говорит каша она имеет крупинки опилки это тоже такие точки вау такого созерцания нахлобучивает и он говорит что все это неправда есть золото золото очищено огнем прекрасное золото которое наполняет твой разум сейчас я хочу чтобы ты видел это сейчас я буду просто вдувать в тебя это золото твой разум я хочу чтобы ты видел как это меняется чувство ценности своего сознание сейчас должно сильно просто охватить тебя сознание должно быть возвышено именно поэтому отец говорит что у тебя ум сына божьего должно быть возвышено это не какое-то умение ума я знаю нет это подарок отца ум 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 сына божьего положи сейчас на голову себе руки отец да не оскудевает елей на этой голове я просто возлагаю на тебя руки я чувствую сильный жар сейчас это огненные вещи сейчас выплавляется из разума всякая твердыня это оружие сильное богом на разрушение твердынь в разуме которая действует сейчас прямо в твоих мозгах помазать он на во время поста дорогие друзья мы сейчас в посте процветания написано в посте помажь свою голову и будь в радости вот это то чем я говорю мы сейчас помазываем вашу голову и призываем к радости халлилуйя скажи со мной халлилуйя итак друзья долги ну давай для начала сделать такое пророческое действие просто все долги какие долги просто посмейся ну как написано что господь посмеется над врагами у 10 сегодня долги они просто подступают как армия ты просто вот как отец посмейся скажет долги нас то больше как елисей помните да нас больше ангелы работают над этим всем дух святой работает над этим всем обстоятельства покоряются аллилюя более того иисус говорит должно сегодня освободить от долгов и сегодня в конце этого видео будет замечательная трансляция освобождения от долгов ну а сейчас послушаем друзья прежде всего вы должны понять еще одну вещь точно так как есть сила приобретать богатство существует сила приобретать долги именно от этой силы на примере соломона я вам покажу как давид дал хороший совет своему сыну как избавиться от всех потенциальных долгов то есть те причины которые сейчас назову это силы можешь назвать их там демонами твердынями шо хочешь на как хочешь их обзывай самыми плохими словами можешь их обзывать но я назову их конкретные имена и это враги помогающие это знаешь как вот есть ангелы которые помогают решать вопросы есть демоны которые помогают создавать вопросы есть мышление которое помогает создавать долги и сейчас я их назову а вы их просто расстреляется в своей жизни хорошо отлично итак друзья это все очень практично на самом деле это все работает просто вот как часы знаете я даже скажу вам это когда перед тем как я записывал этот урок утром я молился и отец не я говорю отцу отец же такие прописные вещи и он мне сказал если ты бы смог убедить всех людей сделать вот это говорит суммарное число долгов по всей планете бы просто до минимума бы снизилась как на всей планете так и в жизни каждого я не могу убедить всех но сегодня возможно у меня получится повлиять на тебя если ты это сделаешь я говорю тебе как человек который не имеет долгов уже ну достаточно длинное время и найти как у меня в жизни было связано я рассказывал что мой долг который меня давил я от него избавился одновременно с выходом из физической настоящей тюрьмы но вы из камеры куда нас посадили солей и вот в тот день когда мы вышли из этой камеры в тот день списали все наши долги для меня это стало символом просто навсегда долги это тюрьма я поэтому сегодня что-то имею власть об этом говорить потому что те долги длились у нас годы 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 каждый месяц мы отстегивали и просто плакали сердце кровью обливалось мы не плакали конечно но плевались вот так вот наш к плевать отдаешь деньги нож ты и моё на что мы вообще жили на эти деньги мы их отдаем вот примерно так я думаю это вам знаком и так сила приобретать долги мы ее сегодня устраним соломон когда он заступал на свое царство в период заступления на престол он освободился от таких сил мы чуть-чуть возвращаемся в период до гаваона но нам нужен как раз в этом гаваоне то есть он освободился от потенциальных долгов которые обязательно бы образовались не избавься он от причин и сегодня друзья мои если вы послушаете и поступите вот так как я вам говорю мы услышим классное свидетельство грехи как я сказал это как и долги есть промахи грех это промах какие промахи приводят к долгам возможно вы что-то узнаете ну поскольку вы в основном люди верующие да то есть как минимум даже если вы не верите я знаю что у нас учатся такие люди мы считаем их как из мира да если вы даже не верите в бога в такого как мы верим но вы вообще вообще ну верите хоть во что-то просто там в успех там во вселенную в себя ну в себя вы верите это уже практически вы в бога верите да просто вам еще не открыто да то какие промахи приводят к долгам смотрите первое неправильное священство звучит религиозно на самом деле все очень просто в третьем цар 2 главе 27 стихе написано и удалил соломон авиафара от священства господня и исполнилось слово господня и тогда далее но смысл в чем соломон удалил авиафара от священства за что соломон молодой царь и до того как он вступил на престол и стал царствовать была такая история что этот священник не узнал в соломоне царя подумайте священник уже кто-кто священник слышащий голос господа а уж тем более зная волю давида о том что царь должен быть соломон все знали об этом тем не менее увидев что адония это второй сын давида во первых тот был там постарше во вторых он начал обзаводиться царскими атрибутами там лошадей скороходов каких-то накупил там и он подумал а значит царем будет он и на внешний фактор повелся и соломоне царя видеть перестал и первое что сделал соломон когда воцарился по совету давида своего царя он говорит убери этого священника человек теперь слушай просто это оглушительная истина человек священник твой пастор я сегодня буду радикально говорить твой пастор твой духовный наставник либо внимание учения убеждения какие-то знаете вот книги которые транслируют в твою жизнь что-то не признающее в тебе царя управленца сына божьего нафиг из своей жизни прочь просто говорю обычным языком что понятно было даже если ты не верующий верующим говорю прочь из жизни неверующим говорю нафиг из своей жизни удаляйте все это что это означает друзья мои представьте что соломон оказался душечкой и такой горит авиафар чик ты не узнал во мне царя на я я какой промах ну ладно ты чё давай будешь дальше говорить в мою жизнь транслировать мне какое-то учение ну священник это тот кто должен был транслировать царю слово божье да то есть правила законы принципы царю его человек который знаете как не просто он ошибку сделал он бога не слышал если бы он слышал бога он бы знал царь соломон настоящий царь это он избранник бога сегодня когда тебе что-то какое-то учение или какая-то литература либо какой-то пастырь говорит другие вещи это надо вспоминать друзья мои когда апостол павел говорит если кто-то вам говорит не то что говорим и вон анафема вообще просто прочь почему так жестоко потому что друзья мои от этой трансляции вы знаете как напитанные взрастете у многих из вас сегодня даже финансовые проблемы из-за того что в вашу жизнь транслировали чушь не как царям не как священникам а как рабам червям грешникам там еще какой-то овцам найти овца вообще на не не процветает она предназначена к чьему-то процветанию если сегодня в тебе видят овцу поверь процветает тот кто видит в тебе овцу овца не процветает ее зарежут и съедят на мясо процветает сын божий который является пастырь овец его и друзья мои я просто я хочу чтобы вы поняли меня поправильно если ты не хочешь быть просто ну мясом для чего-то процветания быстрее тебе надо слушать меня который транслирует тебе ты сын божий ты бог рожден от бога это залог процветания во всех остальных случаях тебя употребят для процветания своего амэн и я думаю что те кто прошел системы разные бред вот это знаете вот это надо удалить от себя если тебя сегодня еще запугивают проклятием за десятину прочь такие запугивания не хочешь ссориться с пастырем ну просто наш я не знаю как это сделано и соломон сделал просто у выгнал такого священника из своей жизни и снял и там написано что навсегда и все его потом что больше никогда не были священниками запомните священником у сына божьего если так можно сказать сын божий сам священник но священником у царя не может быть тот кто не видит в нем царя все если даже кто-то скажет так я ошибся теперь я уже вижу царя не друзья мы он еще будет годы учиться видит в тебе царя сразу подставляя свой разум уха под ту трансляцию где тебе поднимают тебя просто твое сознание до уровня престола ты царь я признаю в тебе царя я буду служить тебе как царю это учение царская эта трансляция царская и поэтому первое что сделал соломон выгнал и и кто-то скажет при чем здесь процветание я еще раз говорю вы сегодня многие друзья мои вот и мой друг если у тебя есть долги если ты будешь внимателен ты поймешь его эти долги то ты попал из-за того что ты сидел в каких-то неправильных неосознанных или осознанных трансляция вещах в убеждениях поэтому прочь это прочь смотрите религия любого рода это вот это священство которое надо удалить наша религия на транслирует в голову вот как я уже сказал учение осеяние и жатве это нормальное учение она нормальная но но не для тех кто сидит на престоле я меня уж передергивает когда мне говорят мы сеем в твое служение не надо давай как царь в мое служение вот так брат почему когда я тебя учу ты ведь царь при тебе должен быть священник пока ты еще молод он должен тебя учить соломона были такие священники пророки у давида были сегодня я спускаюсь на уровень ангела по сравнению с тобой чтобы тебя поднимать я тебя учу и поэтому когда я у тебя при дворе священник вот я твой священник как там написано мы твои рабы ради иисуса ради духа животворящего который в тебе я сегодня твой священник и поэтому если ты мне даешь деньги мой друг ты не сеешь меня ты буквально в буквальном смысле слова ну платишь мне если так можно сказать как царь взял и там нашли имеешь роскошь иметь при себе священника если ты у найти какой-то обычно там нормальный человек он это понимает он это просто делает и все есть на обратные вещи когда пастор дай денег это думаю да я тебе дам денег ну если уже так ты там просишь могу тебе дать ну что с тебя вырастет где вы видели чтоб царю священника деньги просил наоборот он дает туда поэтому в одни соломона дорогие слушайте очень меня внимательно именно в дни соломона появилось новое учение о финансах она звучит так купи мудрость никто кроме соломона такого не говорил он не говорит по сей там пожени еще же он говорит купи мудрость до него дошло это его откровение было и это царская позиция он такой наш готов был позвать любого возле себя дать ему денег чтобы его научили но соломон не нашел такого и поэтому он имел прямой контакт с отцом но тем не менее священника который мог бы сбить его с толку он удалил и платил деньги священникам которые не сбивали его с толку делай вывод поэтому вот так вот обратите внимание друзьям это революционное откровение в дни соломона мудрого родилось откровение что мудрость можно купить это не то что знаешь принес деньги и там как симон волк и дайте мне что есть у вас мнение все что здесь происходит посмотрите на соломона у него была премудрость сына божьего и он что родил это слово поэтому безжалостно выгоняя из своей жизни все трансляции которые не видят в тебе царя поверь если он просто видит в тебе хорошего человека это тебе не поможет если он видит в тебе хорошего христианина это тебе не поможет потому что процветание это дело царей это царское дело знаете можно быть хорошим бедным человеком соломон говорит об этом мудрый бедняк он крут да но почему он бедняк поэтому из темницы юношу на царство возводит мудрость если бы мудрость не имела в виду что надо посадить на царство он бы сидел мудрый в темнице и все а так на царство и так запомнили я хочу чтобы вы это сделали практично друзьям а я сейчас не предлагаю вам бросить там церковь или еще что-то и вообще не спрашивайте у меня такие вопросы решайте как вам самим избавиться от таких трансляций в своей жизни выкорчевать учения когда вы учитесь здесь я хочу сказать всем с великим дерзновением если ты учишься здесь все остальное можешь выбросить я требую обнуления иначе я ни за что не отвечаю как хотите апостол павел не так сделал он сказал или слушайте что мы вам говорим а все остальное анафема либо мы здесь ни при чем вот так следующее итак первое неправильное священство неправильная трансляция в твою жизнь должна быть удалена любой источник вне твоего царства должен быть вне закона я в своей жизни так сделал сразу начал процветать избавился от всех контуженных учений про вот какие-то сеяния десятины я ничего ни в кого не сею я даю из славы некуда девать а если денег нет некуда девать я тебе говорю это единственная правильная трансляция аллилюя 2 от кого во вторую очередь избавился соломон и так сила номер два из-за которой образуются долги это гордыня и как-то скучно да ты послушай скучно не будет 3 царство рая глава 31 стих царь сказал ему сделай как он сказал и умертви и похорони его и сними невинную кровь пролитую и уавом с меня и дома моего отца такая была история и уав это был военачальник давида очень амбициозные горды и очень смелый человек давид в какой-то период своего управления даже не знал что делать с ним и с его братьями он говорил они как сильнее меня не такие воинственную даже спорить с ними не хотел и однажды вот это его позиция немножко хотя давид считается смелым но он смолодушничал явно его эта позиция привела к тому что когда появился военачальник лучше чем и уав и уав его убил не дал ему взойти на это место знаете вот как в царстве в царстве на этом месте должен сидеть тот кто может делать плод не тот кто просто хочет быть крутым а должен сидеть производитель давид признал что тот военачальник был лучше и уава и иав не мог это пережить гордыня подняла с ним кто будет на моем месте и убил его как это связано с деньгами очень просто во первых и аф убил этих людей из-за гордыни знаете в чем это выражается в деньгах деньгах это выражается так например когда ты хочешь показ показывать свою финансовую жизнь лучше чем она есть на самом деле о так ну по деньгам найти это называется места в миру как жить непосредством человек который постоянно хочет жить непосредством это гордыня которая мы ему стыдно шоуна так вот скромно живет там хотя по сути дела говоря достоинства твой это не деньги это не твоя одежда достоинство твое это знать кто ты и гордыни она говорит иначе если ты сегодня одет скромнее чем твой сосед, тебе нужно делать вид, поэтому в славянских народах есть всеобщий грех такой, мы одеваемся в первую очередь иногда одежда стоит дороже чем все, что у тебя есть в квартире но ты одеваешься, потому что надо выглядеть и все и это называется национальная гордыня, жизни не по средствам из-за этого возникают постоянно проблемы, гордыня это и востоку присуща, и запада и славянскому миру в чем, например приходят гости, тебе там стыдно кормить их тем, что ешь ты ты тогда берешь, одалживаешь, несешь это гордыня иногда это национального масштаба гордыня мне кстати рассказывали такое про Казахстан, что там ради того чтобы пустить пыль в глаза друзьям и соседям, могут взять кредит чтобы отметить день рождения я считаю, ни один западный кстати человек так не делает а эти там поставят чаек и как бы, ну чем богаты и все и это тоже гордыня теперь смотрите в чем здесь Иава образ Иава образ, он занимал не свое место и человек, который лезет в долги чтобы пускать пыль в глаза он тоже хочет занять тот образ, в котором его нет знаешь, вот я сижу за твоим богатым столом мы понимаем, это не ты это не ты ты сейчас что-то играешь, какую-то роль но это не ты и я бы тебе даже сказал если бы я был твоим другом и заметил, и ты сказал не делай этого, зачем? ты бы конечно рвал на себя рубашку сказал, да у нас тут все самое лучше да ты не бойся, да у меня есть там но если по правде но это не ты давайте вот так вот приведу пример я думаю, что это вам поможет если все делать в открытую не пуская пыль в глаза вот видят твою дорогую одежду люди а сверху над тобой висит твой баланс минус 5000 долларов зато шмоток на 1000 и все понимают, что это блин, это нелепо или же приходят вот те гости ты накрываешь им стол в долг а на стене висит твой баланс и они видят и как ты думаешь, они будут есть или нет? я бы встал и ушел сказал, ребята, вы что делаете вообще? тихо, кормите детей, не надо ты покупаешь машину и едешь на ней крутой но на заднем стекле у тебя написано кредит минус 20 тысяч долларов и все каждый, кто смотрит на твою машину он будет говорить ну а смысл? вот он ездит на этой машине но мы видим, что она в долг понтов уже не получится понимаете? не получится то есть за всем этим, друзья мои стоит гордыня и брехня брехня, просто слепая брехня зачем ты это изображаешь? ты не это и Давид прямо сказал этот военачальник лучше, чем этот их надо было поменять местами возможно, Иав бы спустился в его замы но он бы был на своем месте и все бы было хорошо для царства польза из этого родилась целая история и что произошло? первое, точнее второе от кого избавился Соломон это была вот эта гордыня он думает, ты не будешь здесь править потому что в царстве мирном все на своих местах брехни здесь нету пыли в глаза нету он убил его прямо в храме что тоже символично тот схватился гордыня побежала в храм спасаться не помогло он замочил его прямо там ты скажешь, что мне делать? хорошо, как избавиться от гордыни? очень просто когда речь идет о долгах в устах Иисуса звучит два варианта либо отдавай либо умоляй и я заметил особенно верующие они не хотят никого умолять они хотят, знаете, когда не брать трубку они хотят ругаться с этим человеком если нет расписки послать подальше они не хотят умолять но единственная валюта рассчитываться по долгам если у тебя нет денег это убивать гордыню убийство гордыни в себе знаешь, ты бы знаешь, как вот этот пример когда один человек должен был огромную сумму денег огромную хозяину какому-то, да господину а потом душил своего за маленький долг знаете, в чем прикол? потому что такой огромный долг нельзя нажить просто, когда тебе на хлеб денег не хватает определенно он занимался каким-то бизнесом он не был бедным человеком и он нажил эти долги то есть в силу своих амбиций гордости он влип во что-то и знаете, как все решилось? решилось точно так когда он принял решение ударить по гордости ему списался долг мораль этой басни очень простая половину твоих долгов можно решить если ты начнешь в духовном мире применять пополнение баланса которое называется убийство гордыни смотрите Соломон его убил мы видим царство мирное денег много все хорошо нету распри нету ничего сразу устранил причины итак первое это у нас было неправильное священство учение трансляция второе гордыня а что делать если ну вот уже я влип в долги я уже это говорил раньше и скажу еще раз обязательно это сделай всем кому ты должен выйди на связь с этими людьми и если нужно сними свою корону в этот момент ты не царь царей не бог богов никто для него ты раб потому что написано долг делает рабом перед взаимодавцем и разговаривай соответственно с ним не с позицией царя что ты тут что тут не этот как его там сирый убогий что ты тут со своими претензиями нет разговаривай с ним в этот момент именно царская позиция и заключается в том что гордости нет займи позицию раба начни умолять скажи потерпи на мне все тебе отдам я делаю все возможное и второй момент ты не можешь ну шиковать в то время как ты должен это гордыня тебе нужно отдавать кто-то может сказать ну это такое учение знаешь не сильно мистическое мне бы хотелось послать всех подальше продолжать шиковать и не отдавать никаких долгов это гордыня даже если это и случится впоследствии ты все равно наживешь долги гордыня всегда наживает долги потому что она хочет быть тем кем не является она хочет всех посылать она не хочет никого умолять и последний тест она не может спуститься до уровня раба ну как ты собираешься мыть ноги ближнему если даже тому кто дал тебе денег помог в свое время ты не можешь опуститься до этой позиции потому что этот принцип кто больше из вас будет слугой он в добровольном порядке работает а уж тем более когда ты должен никто не должен за тобой бегать друзья я вас умоляю пожалуйста вы не будете процветать если это не соблюдете я вам точно говорю не поможет ни исповедания ничего гордыня она просто возьмет тебя за горло и перекроет дыхание поэтому Соломон не договаривался с Ивавом он не говорил больше так не делай и тот не говорил я больше так не буду он просил милости но и Соломон не помиловал его гордыня должна быть убита поэтому хороший тренинг во время ночи Соломона во время Гаваонского вот этого периода найди всех кого ты кинул кому ты должен денег попроси прощения и умоляй подождать я говорю тебе Духом Божьим Отец Дух Животворящий двинется в твоей жизни так как ты даже не думал и Царство Мирное будет установлено Халлилюя и так вы запомнили два варианта с долгами либо отдай либо умоляй подождать другого просто нет умоляю подождать ты расстаешься с гордыней а расставание с гордыней это пополнение баланса запомни расставание убийство гордыни это пополнение баланса амин амин разрушение гордыни друзья мои это тренинг этого урока сделай это если никому ничего не должен молочина ну если вдруг дух святой тебе напомнит что не должен ты не должен но как-то с этим человеком вы холодно расстались ты там не вовремя сроки нарушил отдал ну реши вопрос просто не делал этого тогда не умолял позови как-то помирись если возможно с твоей стороны будь в мире со всеми написано в том числе это касается прежде всего материальных вещей потому что никакой предмет не провоцировал ссоры больше чем деньги вы знаете это аллилуйя мне нравится следующее итак первое неправильное священство всегда что расшатывает твою позицию создает проблемы второе гордыня расстанься с ней или плати или умоляй будешь умолять баланс пополняется сразу же кто-то скажет ну прям так сразу пополнится вы когда пойдете умолять половине из вас простят долги по притче вот оно пополнение баланса когда долг прощают сразу баланс пополняется это круто мне это нравится халлилуйя итак поехали дальше кто-то все еще не верит друзья мои Соломон знал о чем говорил мягкий язык переламывает кости умоляйте просите займите свое свое правильное положение царское как раба в этих отношениях с долгами это действительно царское положение халлилуйя итак следующее исповедание ну тут наверное уже все корифеи в этом вопросе сейчас только я подкорректирую потому что это должно выровняться в нейродизайне твоего мозга царского 3 царств 2.44 и сказал царь семею ты знаешь и знает сердце твое все зло которое ты сделал отцу моему Давиду да обратит же Господь злобу твою скажи злобу на твою голову аллилуйя знаете Соломон такой как мафиози который устраняет всех врагов в царстве так и есть друзья мои был такой негодяй злобный по имени семей что произошло в тот момент внимание это целое откровение в тот момент когда Давид вынужден был оставить престол и бежать от самозванца Весолома в этот момент ему навстречу вышел вот этот мерзавец и стал его поливать убийца там блудник там что-то говорил на него пользуясь тем что Давид в этот момент не сидит на престоле более того этот человек он говорил это добивая Давида словами веря в то что Давид больше никогда не сядет на престол что это означает в момент когда ты не владеешь собой когда ты не чувствуешь себя на престоле в момент когда твое мышление поколебалось как царское вокруг тебя и в том числе сам же ты часто говорил на свою жизнь на свои обстоятельства такие слова как этот семей наполнены негодованием от своей неудачи либо слыша злорадные трансляции в свою жизнь со стороны вот этот дух семей он активируется как бы я сейчас называю это духом чтобы понятно было что это как фигуральный образ для твоей жизни ну точнее желательно чтобы его не было семей это дух который активируется как только ты теряешь позицию престола он сразу начинает тебе говорить вот я тебе говорил ты блудник ты никакой не царь ты самозванец ты негодяй ты вот да 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 в том числе этот дух может действовать не через кого-то а сам ты произносишь злобные слова на свои обстоятельства я ловил себя дайте чтобы не говорить ты я о себе скажу я ловил множество раз когда я находился в проблеме не чувствовал себя доминирующим в обстоятельствах главным рождались даже такие слова старые старой какой-то жизни знаете когда тебя спрашивают как жизнь а ты вдруг независимо от себя отвечаешь да разве это жизнь только что еще вчера ты был на коне ты говорил да это когда меня сейчас спрашивают ты живой там я говорю я животворящий потому что я на коне но множество раз в моей жизни было такое когда я находился вне состояния не в состоянии управленца я мог что-нибудь ляпнуть потом я жалел об этом думаю ну почему бы тебе было не пройти этот период как Давид знаете что произошло Давид ему не ответил Давид не ответил ответил ему Соломон потом Давид ему не ответил наоборот когда ему предлагали убить знаете он как бы сказал не время не время нужно вернуться на престол чтобы делать такие вещи когда ты начинаешь в таком состоянии отгавкиваться с этими мыслями по сути дела говорят ты подтверждаешь тем самым что ты не на престоле Давид ему не ответил ничего но перед смертью сказал Соломон сведи его седину в могилу ну как убей его короче да что это означает по твоим обстоятельствам финансовым слушай меня очень внимательно во-первых есть определенная хула которую говорят языки и в том числе твой на твою позицию в момент твоей слабости сегодня точно так как мы учимся отзывать претензии претензии к другим людям сегодня нужно особенным образом смотреть за тем что произносят твои уста и уста окружающих тебя людей в то время как ты в проблеме первое если ты видишь что возле тебя есть человек который как только у тебя случается что-то плохое он начинает транслировать в твою жизнь вот это вот скорее всего это тот человек с которым тебе нужно расстаться я понимаю сейчас тысяча вопросов а если это муж а если это мама значит научись закрывать свои уши от таких трансляций и второе это самое главное этот дух должен быть полностью удален из твоих уст когда у тебя все хорошо легко говорить я на престоле я дух животворящий халилюя все у меня с рук сойдет когда ты не чувствуешь что ты на престоле не чувствуешься главным вот в этот момент активируются эти вещи и тебе их надо убрать если сегодня мой друг мы говорим о том что богатство в руке правления в руке премудрости премудрость заключается в том вот соломон убрал этого человека из своего царства из круга из круга твоей жизни должен быть исключен дух семей ты должен знать слушай меня очень внимательно ты должен знать что от себя нужно просто удалить это исповедание в момент слабости плохое знаешь как иногда мы говорим что когда ты слаб особенно смотри что ты говоришь можешь стиснуть зубы но не говори ничего не воспаляй круг жизни не воспаляй халлилюя это такие вещи друзья мои как тренинг в чем заключается здесь практика вспомни все все те слова которые ты говорил на себя и на свой успех в момент слабости один из таких исповеданий самый часто встречается я так и знал да я знал что это все закончится да опять ну конечно вот вот все такое воздыхание ну да 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 вот это выдает то в какой позиции на самом деле ты находился поэтому нет ты так не говоришь нет ты так не делаешь амин 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 смотрите в чем похожий принцип уничтожения гордыни и вот это это те вещи которые позволяют тебе владеть собой владеть собой а владеющий собой как известно лучше завоевателя города я не говорю в приступе гнева ничего как написано что глупец извращает свои пути а сердце негодует на господа вот негодующее сердце в момент когда у тебя что-то не получается в твоих путях признак глупца но ты не глупец у тебя ум христов амин я надеюсь что вам это сейчас служит друзья мои что с этим можно сделать дорогие что с этим можно сделать с этим можно сделать то что ты просто проанализирует свою жизнь сделай правильные выводы и если если есть возможность удалить от себя людей которые так делают удаляй смело безжалостно у меня был один случай недавно одна женщина постоянно мне жаловалась на свою подругу говорит у меня подруг больше нет я ее люблю я так хочу чтобы у нас было все хорошо но она постоянно говорит мне что я такая что я такая смеется над всеми моими неудачами честно я был в изумлении как такой человек вообще мог стать вашей подругой это же враг души человеческой гоните вместе с ее бесами подальше таких людей в моем окружении друзья мои знаете может это кажется иногда что я собираю вокруг себя людей которые только хорошее мне говорят послушайте те кто хотят сказать мне плохое не нуждаются в том чтобы их собирать они находятся каждый день каждый день поэтому зачем мне специально ты должен иметь обличителя который тебе правду скажет да их много поверьте чтобы кинуть тебе камнем никого собирать вокруг себя не надо собери вокруг себя хороших людей которые будут говорить твою жизнь добрая даже которые будут говорить твою жизнь добрая зная что ты сделал нехорошо например почему потому что принцип благости приведет тебя к изменению мышления это не люди которые льстят это люди которые говорят доброе доброе аллилуйя давайте дальше следующий принцип это следующая сила которая создает долги в жизни человека это неблагодарность здесь я много говорить не буду но скажу одну вещь Соломон получил такое указание от отца 3 царств 2.7 а сынам верзилия голодитянина окажи милость чтобы они были между питающимися твоим столом ибо они пришли ко мне когда я бежал от авесолом брата твоего Давид говорит смотри эти люди они были со мной в моих напастях принцип сына божьего он говорит за то что вы были в моих напастях со мной вы будете сидеть со мной на престоле сын божий он вообще не такой бескорыстный как кажется вы заметили он говорит приходишь ты к нему он говорит ты что для меня сделал в темницу пришел ко мне нет кормил меня когда я был голодным нет значит там еще какие-то вещи в тюрьму не пришел не накормил не одел говорит ну и вали отсюда вот такой принцип о чем это говорит сын божий выступает как самый настоящий сын человеческий как малый он говорит послушайте знаете как мы любим представлять отца бога такого как знаете вот такой безусловно он тебя там напичкает ты хоть что-нибудь делай там но посуди по себе тебе кого хочется на престоле с собой посадить ну как правильно сказать того кто был с тобой в напастях либо который ничего для тебя не сделал так что он типа ты хочешь сказать что по делам спасаемся а речь не о спасении речь о престоле написано что он милостив и благ и к злым и к добрым и к праведным и неправедным благость доброта спасение никаких проблем но на престоле мои дорогие друзья будет сидеть тот кто что-то делает сделал для сына божьего и ты в своей жизни так делаешь и Давид он озвучивает этот принцип принцип сына божьего он говорит послушай вот эти люди они были со мной когда я бежал они обязательно должны сидеть за твоим столом и Соломон он это сделал что это означает в финансовой точке зрения друзья мои у тебя всегда есть люди которые для тебя что-то сделали в том числе это те люди которые когда-то давали тебе что-то в долг даже то есть нельзя этих людей вычеркивать дай богу взаймы что называется знаете вот есть способ быстро есть способ быстро получать быстро приводит в движение финансы это называется дать богу взаймы он говорит там дающий нищему как бы дает взаймы богу что это означает разве это означает что бог теперь задолжал тебе нет это означает что это этот принцип иисус дает как настолько безотказно он говорит вот представь что если бы бог тебе был должен представь это и ты такой сидишь и думаешь бог мне должен и он и он как бы тем самым спрашивает как ты думаешь сколько времени он будет тебе отдавать долги ты думаешь так у бога там всего много конечно он быстро отдаст вот об этом эти слова когда ты даешь когда ты благодаришь когда ты это приводит в движение так быстро принцип духа жизни связанный с материальным процветанием так быстро как если бы бог тебе задолжал у него нет никаких проблем он не скажет подожди зарплаты отдам потому что все его все деньги он сразу отдает возьми на вооружение я хочу сказать что я этот принцип употребляю периодически много кто меня знает помнит что когда моя дочь попала в тюрьму ее за политическую борьбу взяли посадили в тюрьму и я прямо сказал это царский жест друзья мои я говорю все кто молился она вышла без вообще царапинки не поломанная внутренне это дал людей сильно прессовали в Беларуси очень сильно прямо били насиловали в тюрьмах но унижали всех она вышла веселая на позитиве радостная когда я спросил пойдешь продолжать свою политическую борьбу она сказала да пойду то есть ее это не поколебало мне говорили найми ей психолога там давай ее надо про концу может она от тебя скрывает что с ней там делали но я посмотрел своему ребенку в глаза и понял с ней все в порядке моя крошка вышла ну просто красава с этих обстоятельств и конечно во мне родилась дикая такая необузданная благодарность ко всем кто нес ее эти сутки трое суток в своей молитве я прямо сказал если ты молился за мою дочь я говорю тебе ты в любое время можешь обратиться ко мне я буду молиться за твою нужду что тебе надо хотя я только сутками и делаю это что я молюсь за ваши нужды мы с Олечкой это делаем мы команду подключили мы купальню создали и это не закончится никогда поэтому когда тебе человек что-то сделал смотрите почему Давид это говорит это связано с мирным царством Соломона он говорит смотри этот человек не должен у тебя оказаться незамеченным забытым и я сегодня отдаю еще один тренинг если у тебя есть такой человек который для тебя что-то сделал и ты чувствуешь что недостаточно его отблагодарил сделай это даже словами там угощи угости чем-нибудь ну на твое усмотрение но благодарность должна произойти видишь он честно говоря это должно произойти материально потому что он не сказал иди им спасибо скажи он сказал они должны питаться от тебя ну сделай так чтобы хотя бы раз они напитались от тебя позови на ужин возможно вот в конце ночи Гаваона у нас будет пир можешь позвать этих людей накормить сказать вы для меня так сделали я так благодарен там вот класс своди в ресторан в кафе там хоть в макдональдс ну хоть пирог из пики сделай что-то для них это всегда это царская позиция что с тобой произойдет в этот момент в этот момент твой нейродизайн опять поменяется ты еще раз еще раз у тебя с головой будет происходить то что я называю обновлением в царскую позицию ты привыкнешь что ты такой ты никогда вот как сын божий как царь он говорит вы были в напастях садись со мной все держи свое слово чего бы тебе это не стоило прямо тебе говорю мне звонили с тех пор люди ну пару десятков точно я молился за вашу дочь молитесь за меня и знаешь среди потока нужд я всегда выделял именно эти и говорил да хорошо хорошо молился за это заочно очно по-разному я чувствую что после этого урока еще наверное мне будут звонить но тем не менее итак дорогие друзья вот я вам сказал подвожу итог это еще не все но давайте подведем краткий итог неправильное священство гордыня неблагодарность и негодующее исповедание злобные да вот эти что мы говорили в моменты слабости особенно в моменты слабости и дорогие еще хочу сказать сейчас в заключении сказать пару принципов которые понадобятся чтобы на самом деле посреди вот этого всего вот этих вещей что я сказал начать выход из конкретных финансовых проблем еще раз говорю говорю как тот кто вышел из них давно навсегда и у меня их нет из долгов нужно выходить внимание через преуспевание никогда если у тебя сегодня долги тебя душат никогда вот просто положи себе как как вот закон никогда из долгов нельзя выходить в ноль если ты думаешь ой мне бы с долгами рассчитаться вот ноль для меня это вожделение смотри что с тобой происходит когда ты хочешь выйти в ноль ты начинаешь мой друг слушай внимательно созерцать ноль долги-то закончатся возможно а ноль в голове останется и знаешь что следующее произойдет ты скажешь ну вот долгов нету можно чуть-чуть одолжить это произойдет именно потому что следующий твой шаг после нуля не был тобой созерцаем был созерцаем ноль и это главная ошибка всех кто должен деньги они мечтают о нуле мечта о нуле формирует мозг с нулевым балансом а нулевой баланс это стремящийся к падению ну где ноль там и минус ноль это минус это уже заранее минус это снова одолженные деньги именно в состоянии ноль ты пошел одалживать деньги и возвращаясь к нулю ты снова пойдешь одалживать деньги поэтому тебе нужен не выход из долгов тебе нужен не ноль тебе нужно процветание сразу же если ты думаешь о том как выйти из долгов устраняй причины но созерцать начинай прибыль ты думаешь так долги понятно как заработать ну или как сделать деньги как двинуть процветание все с долгами проблем нету и вот так понимаете то есть у вас не должен быть в голове ноль именно поэтому курс меч соломона он звучит сейчас когда вы научились созерцать научились зеркалу славы научились порталом а не два года назад когда вы всего этого еще не знали ну кто не знал поэтому мы не выходим в ноль никогда это не царская позиция это первое первый принцип и второй принцип есть пополнение баланса через как мы говорили убийство гордыни пополнение баланса через аннулирование исповеданий через благодарность все это является пополнением баланса который проявится как если бы бог должен был тебе он очень уважает эти вещи умоляешь прощаю даешь бедному прощаю сразу как я тебе должен это самые быстрые способы заставить заработать процветание на тебя и естественно радость это принцип который я просто скажу смотрите радость всегда условия прибытка веселое сердце написано всегда пир притча 15-15 все дни несчастного печальны чего печальны ну потому что несчастье внутри порождает нищету снаружи несчастный будет печален а у кого сердце весело у того пир пир друзья мои это вполне ощутимо это эти пиры не устраивают люди бомжи да у которых нету денег веселое сердце оказывается это уже пополнение баланса для пира запомните есть пополнение баланса кто-то меня спрашивал за небесный банк вот он радостное сердце это предтеча пира процветание пируют ради радости а кто веселый тот уже на пире радость это начало прибыли внимание пословица небесной цивилизации радость начало пира кисляк начало работы понятно запомните радость это начало пира кисляк это начало работы лопаты вот почему быть довольным это великое приобретение как минимум сразу у тебя где-то уже лопату забирают из рук предвкушение состояния откровения мы говорили об этом предвкушение откровение о том что прибыль вот она на подходе ты должен вот в этом состоянии быть как я в начале этого видео говорил состояние прибыли уже сейчас как состояние праздника на новый год амэн и кто-то может сказать в заключении я просто скажу что кто-то может сказать слушайте все это бред яковишин занимается философией это не работает давай чтобы выйти из долгов нужно трудиться устроиться на три работы тогда только улучшится положение я вам хочу просто на это сказать это гордыня это опять гордыня чтобы показать на свои руки и сказать я не буду просить я вот у меня мои руки они все сделали конечно мы не говорим о том чтобы просить денег на жизнь мы говорим о том чтобы как я уже сказал если ты должен просить то я стыжусь но когда я должен стыжусь не стыжусь надо идти и просить чтобы подождали умолять друзья мои и поэтому трудиться чтобы улучшить положение знаете как лопата это для тех у кого корона и конечно корону можно поправить только лопатой значит есть такое выражение что у некоторых такая корона что хочется ее лопатой поправить и вот для тех у кого корона кто не хочет вот учиться этим вещам бери лопату лопата тебе гарантированно будешь как написано сидеть в этой яме пока все не отдашь копай копай мой дорогой поэтому лучше нанести не копать лопатой а взять лопату и нанести удар по гордости по неправильным исповеданиям нанести удар по неправильному священству освободи свой круг жизни от всей этой дряни ты посмотришь как твой баланс сразу пополнится наполнить сердце свою радостью предвкушением прибыли если ты этот урок просто даже переслушаешь раз второй третий твои мозги сформируются так ты примешь точечно правильное решение я говорю тебе духом божьим финансы не замедлят не в ноль нам не нужен ноль а еще и прибыль как написано догадливо поступил молодец несмотря на убытки остаешься на хорошей зарплате такая корова нужна самому сказал господин итак дорогие друзья вот это то что я хотел вам сказать в этом уроке обязательно это практикуйте ответьте на тесты ну а сейчас я хочу сказать что в дополнение к этому уроку у нас есть замечательная отрывок из питерской конференции которую вы можете посмотреть в дополнение там есть сильная трансляция именно молитвенная трансляция за разрушение долгов посмотрите ее и будьте благословенны будьте свободны не в нуле а именно в высоком состоянии прибыли аминь мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочное служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветание не здесь процветание здесь я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании я ведь избрание я я я я